Тихо и спокойно в Москве и Московской области переименовали 24 железнодорожные станции и 5 станций метро. Меня зовут Дмитрий Рогачёв, всем привет, и сегодня мы с вами поговорим об этих переименованиях, и вы узнаете новые названия железнодорожных станций в Москве и Московской области в пределах московских центральных диаметров. Для начала немножечко о самом главном. Железнодорожные фанаты очень часто поправляют меня и всех остальных блогеров и ютуберов о правильных названиях станций и платформ. Но я уверен, что абсолютное большинство пассажиров не разбирается, в чем разница между железнодорожной станцией и железнодорожной платформой. Если коротко, станция это там, где много путей, светофоры, стрелки, какие-нибудь подъездные пути и огромное количество маневровой работы. Либо было, либо есть до сих пор. А платформа это просто самая обычная остановка для высадки и посадки пассажиров. Там, где больше, кроме путей и, собственно, этих платформ, ничего нет. Это такое очень примитивное объяснение, но я думаю, вам этого будет достаточно. И я очень прошу всех тех людей, которые очень любят поправлять и меня, и всех остальных, понять, что для пассажиров важно другое. Важно, чтобы поезд в первую очередь пришел. И для тех, кому это очень важно, я делаю опрос в правом верхнем углу. Ответьте, пожалуйста, все ли ваши родственники, близкие, друзья прекрасно понимают различия в железнодорожной терминологии? Или все-таки мы спокойно переходим к тому, что официально все остановки электричек будут называться станциями? Так же, как и все станции метро, называются именно станциями. Никто ведь не говорит. Платформа Александровский сад. Начнем с самого простого и самого нужного переименования. Платформа на белорусском направлении, которую называли то инновационный центр, то инновационный центр Сколково, то просто Сколково получила окончательное, четкое и ясное название. И самое простое и правильное – Сколково. Больше никаких инновационных центров в названии. А платформа Сколково, которая почему-то появилась несколько лет назад на киевском направлении, раньше называлась Востряково, переименована в Мещерскую. Такое название она получила от небольшого дачного поселка Мещерский, который находится рядом с ней. Там же находится Мещерский проспект, который выходит к Мещерскому пруду, и я думаю, что это название вполне подходит для этой местности. Следующее переименование это переименование станции железной дороги в название станции метро, для того, чтобы было просто удобно называть и не приходилось путать название и окончание. Этот список очень большой, поэтому я его зачитаю, а вы его сейчас увидите на экране. Станция Тушина становится Тушинской, станция Кунцева становится Кунцевской, станция Новая становится Авиамоторной. Я вообще не понимаю, почему новую платформу на Казанском направлении просто назвали когда-то новой, а не использовали название Авиамоторная позже. Петровско-Разумовское становится Петровско-Разумовская, здесь поменялось только окончание. Карачаева становится Нижегородской, сейчас на Нижегородской станции метро еще не открыта, но она будет открыта в следующем году, а станция МЦК Нижегородская уже существует, и почему при переносе Карачарова на новое место сразу не использовали это название, мне, честно говоря, непонятно. Нижние котлы становятся Ногатинской, и это тоже очень логично. И самое логичное, платформа Коломенская на Павелецком направлении становится Варшавской, потому что между платформой Коломенской и станцией метро Коломенская, и, собственно, музеем-заповедником Коломенской, действительно очень большое расстояние, и оно очень сильно путало людей, которые приезжали в Москву и не понимали, откуда вдруг взялось такое название. Так что здесь тоже все логично. И еще одно переименование – Ржевская стала Рижской. Конечно, я хотел бы, чтобы где-то у нас сохранилось название города Ржева, все-таки он известный, и сама платформа вполне так оформлена под сам город Ржев, но единое название все-таки удобнее. Еще один немаловажный факт – существует огромное количество железнодорожных названий станций, в первую очередь на вокзалах, которые не каждому пассажиру удобны. Например, под названием Москва-Бутырская скрывается Савеловский вокзал, но все мы отлично понимаем, есть Савеловский вокзал, есть железнодорожная платформа Савеловская, и теперь все они будут носить единое название – Савеловская, для того, чтобы пассажирам было удобно. Так что вы в любом случае будете проезжать на Савеловскую и выходить просто на разные платформы и разные пути. Я думаю, это тоже удобно. На Павелецком направлении сейчас закрыта станция Москва-Товарная Павелецкая, закрыта для высадки и посадки пассажиров. Она получает новое название Дербеневская по близлежащим улице и набережной. А вот станция Москва-Савотировочная Киевская будет перенесена на другое место, поближе к Поклонной горе, и получит название Поклонная, почему-то без горы. И здесь возникает вопрос. Если у нас переименовываются все станции под тем станциям метро, которые находятся не очень далеко, почему вдруг Поклонная, а не Парк Победы? Возможно, потому что они действительно находятся на некотором расстоянии и есть какая-то граница в таких названиях, скажем, станции, которые расположены больше 500 метров от входа в метро, нужно именовать как-то иначе. Но это все очень сильно притянуто за уши, и я пытаюсь просто оправдать такое переименование. На мой взгляд, будь она Поклонная гора, было бы гораздо логичнее. Но не только под станцией метро происходит переименование. Под станцией Московского Центрального Кольца тоже произошло 4 переименования. Ленинградская стала Стрешнева, Фрезер становится Андроновкой, Северянин становится Ростокина, а платформа Нати, на которой я сейчас нахожусь, становится станцией Лихоборы по одноименным станциям Московского Центрального Кольца. На пересечении Казанского и Горьковского направлений, где в перспективе будут пересекаться 3-й и 4-й Московский Центральный диаметр, находятся платформы Перева и Чухлинка. Но так как станция метро Перева находится довольно далеко от этого места, обе они будут носить название Чухлинка. Точно такая же ситуация со станцией Люблино, которая находится на большом расстоянии от станции метро Люблино. Так что железнодорожная станция в рамках проекта МЦД переименовывается в Кубанскую, по проходящей рядом Кубанской улице. Примерно такая же ситуация с железнодорожной станцией Ховрина и станцией метро Ховрина. Они находятся на расстоянии друг от друга. Но около станции метро Ховрина строится новая железнодорожная платформа, которая и получит это название Ховрина. А нынешняя Ховрина будет носить очень странное название Старая Ховрина. И это при том, что рядом находится Грачевский парк, усадьба Грачевка. И вообще-то по ним Грачевка очень хорошо подходил бы к железнодорожной станции. Он и уникален, и в общем-то сохраняет историю местности. Но почему-то принято решение Старая Ховрина. Платформа Планерная и метро Планерная тоже находятся на большом расстоянии. Так что платформа Планерная получила название Станция Молженинова. Только вот почему не Молжениновка по более точному названию местности и по такому народному устоявшемуся названию, мне не очень понятно. А вот с Реутова все понятно. Она просто теряет одну букву в окончании Реутов. Название Станции Крюково очень ценно как часть истории Великой Отечественной войны. Битва за Станцию Крюково и вообще Зеленоград, Панфиловский проспект – это очень важные исторические места. Кто не читал и кто не знает об этом, почитайте. Даже в интернете огромное количество информации. Но никто не собирается отбирать историческую ценность этой станции. А вот само по себе название железнодорожной станции Крюково для пассажиров будет звучать именно как Зеленоград. Так что станция Зеленоград – это далеко не самое плохое решение. А на мой взгляд оно даже правильное. Ведь не забывайте, в Зеленограде на самом деле 5 районов, а не только одно Крюково. И последнее переименование находится ровно на противоположном конце будущего третьего диаметра. На сегодняшний день конечное большинство проездов в городе Раменске называется Платформа 47-й километр. Почему она так и не получила раньше никакого названия, я не представляю. У меня нету каких-то объяснений тому, что у нас до сих пор огромное количество платформ имеют нумерацию, а не название по ближайшему населенному пункту, деревне, поселку. Но платформа 47-й километр находится в городе Раменске. Название Раменске используется соседней станцией. Было уже много разговоров о том, что ее хотят переименовать. Было даже название «Новое Раменске». Но почему вдруг новое, никто не объяснял. И действительно, в интернете было очень много разговоров, что этой платформе нужно логичное, объяснимое и очень подходящее по местности название. Так что платформа 47-й километр становится станцией «Ипподром», по находящемуся рядом Ипподрома, который существует с 1936 года. И тут уже не поспоришь и название историческое, и по местности, и действительно отражает историю Раменского района и окрестностей. Перед тем, как перейти к станции метро, получившим новое название, у меня к вам очень большая просьба. Прямо сейчас, пожалуйста, перейдите под видео и нажмите на красную кнопочку «Подписаться». Это очень важный показатель как для Ютуба, так и для будущего продвижения канала. У нас с вами все отлично. Огромное количество лайков, огромное количество комментариев, просмотров уже больше миллиона, что очень круто для небольшого канала. А вот подписчиков пока еще маловато. А между прочим, для развития канала и для того, чтобы Ютуб чаще показывал мои видеоролики новым зрителям, количество подписчиков действительно очень важно. Поэтому надеюсь на вашу поддержку. Переименования станции метро тоже звучат логично, и на самом деле они как раз своевременные. Можайская становится Кунцевской, Ржевская становится Рижская, Рубцовская получает название Электрозаводская, Стромынка становится Станцией Сокольники, и еще одно переименование Шереметьевская становится Марьиной Рощей. Все эти переименования на самом деле я ожидал, и все они относятся к будущим станциям Большой Кольцевой Линии. Так что теперь на пересадках у нас снова мода иметь полностью одинаковые названия. Но я думаю, это вполне логично, хотя может быть некоторое название и стоило бы сохранить для истории. Но это уже очень спорный вопрос. И для этого у вас есть комментарии, в которых вы можете написать свое мнение. Почитаем, обсудим и посмотрим, чье мнение будет наиболее популярно среди моего сообщества. Пишите комментарии, ставьте лайки. Еще раз напоминаю, подписывайтесь на канал, это очень важно. И не забывайте, поддержка всегда приятна. До новых встреч, пока!